Продолжение следует... ...в браузере Google Chrome, однако данное расширение также работает на Mozilla Firefox и Opera, но не поддерживается Internet Explorer, поэтому для Internet Explorer рассмотрим альтернативные варианты. Итак, приступим. Для установки данного расширения идем, собственно, в Пуск меню, Настройки и Расширение. Итак, здесь выбираем еще Расширение и в строке Поиска вводим Гоустери. Итак, вот оно со значком Призрака. Жмем на Плюсик Бесплатно, то есть данное расширение у нас бесплатное и оно у нас устанавливается для браузера. Итак, как вы видите, здесь справа от адреса строки у нас появился значок этого Призрака. Итак, не будем использовать Мастер для настройки, а отдельно уже настроим программу, чтобы дальше мы могли в любой момент изменить. Так, здесь тоже руководство пока закроем. Давайте рассмотрим настройки данной программы, поэтому, собственно, нажимаем по этому значку, здесь шестереночку и настройки. Итак, общие настройки это первая поддержка режима Гоустранг. Можете включать, можете нет. В общем, в данном режиме, если программа нашла на каком-то сайте новый жучок, то она скидывает эту информацию на сервер данной программы. И, собственно, там специалисты анализируют, в какой категории отнести этот жучок и вообще, как бы, за счет этого пополняется база каких-то новых жучков. Далее, автообновление. Это понятно, что обновлять автоматически, кстати, давайте это сделаем. Так, все, самое актуальное обновление, собственно, установлено. И далее у нас идут блокировки. И здесь у нас, собственно, есть несколько категорий жучков. Вообще, для начала давайте определимся, что такое жучок. Сам по себе веб-жучок это скрипт, который запускается на сайте, когда вы на него заходите или выполняете определенные действия. И в программе, в данной, они поделены по следующим категориям. Это первая аналитика. Это жучки, которые предназначены для сбора статистики. Они отправляют такую информацию, как количество посетителей, типы браузеров у посетителей, страна, регион, откуда пришел данный человек и так далее. В принципе, это самые безобидные жучки, так как они просто ведут аналитику, статистику, чисто для того, чтобы человек знал, сколько людей приходит к нему на сайт. Второе, это виджеты. Различные элементы в основном для взаимодействия с социальными сетями, такие как поделиться новостью, поставить лайк, социальные комментарии и так далее. Конфиденциальность. Это сбор информации на основе ваших интересов. Чтобы было проще понять, представим следующую ситуацию. Возможно, она с вами уже и случалась. Вы заходите на сайт интернет-магазина, поинтересоваться, сколько, допустим, стоят часы в интернете, так, ради интереса. В результате вы выясняете нужную вам информацию и переходите на какой-нибудь новостной сайт. На новостном сайте присутствует тизерная реклама, то есть реклама со соображениями и небольшим описанием, которое, собственно, всех уже достало. И через некоторое время вы замечаете, что вам выдается реклама часов. Переходите на другой сайт, то же самое. То есть реклама часов начинает вас преследовать по всему интернету. В данной ситуации веб-жучок передал информацию о тематике, которой вы интересовались, а сервис в связке с тизерными сетями уже начал заваливать вас похожими предложениями с целью впарить вам какой-то продукт. В общем, примерно суть работы данных жучков такова. Далее это у нас маяки отслеживают пользовательскую деятельность. Допустим, сколько раз там нажали на ту или иную ссылку, по каким там страницам переходили. Вообще это в основном делается для того, чтобы определить поведение пользователя на сайте. Допустим, продается какой-то продукт и выясняется, что допустим из 100 посетителей только двое нажали на кнопку «Подробнее» или «Купить». То есть примерно вычисляется процент конверсии. Ну и последнее это у нас реклама. То есть это как раз объявления рекламные от различных рекламных сетей, которые вообще блокируют AdBlock, о котором я уже ранее рассказывал в одном из своих видео. И, кстати, Гоустери справляется с ее блокировкой очень даже неплохо. Так что можно ее использовать в качестве альтернативы AdBlock. Но, получается, здесь еще есть дополнительные очень полезные функции. Далее есть у нас белый список. Сюда вносятся сайты, на которых данные жучки будут отображаться. Но вместо того, чтобы, допустим, каждый сайт сюда вручную забивать, проще это уже делать в процессе работы с какими-то сайтами. Подробные настройки. Ну, в принципе, тут можно ничего не менять. Так, если вкратце, это отображение всплывающего окна справа, где будут, собственно, у нас показываться, какие службы, точнее, какие веб-жучки были найдены на странице. Итак, в течение какого времени их отображать, в принципе, достаточно там 5 секунд. Так, показывать URL, что под найденным жучком будет указываться адрес, куда он ведет. Вот, это можно не указывать. Тут также, собственно, показывать, сколько заблокировано или найдено жучков. Блокировать новые жучки автоматически. Здесь, в принципе, можно это поставить галочку сообщать. Тоже игнорировать собственные жучки. Ну, в общем, тут и так уже все у нас сделано нормально. Итак, жмем «Сохранить». И давайте, допустим, проверим, как все это дело у нас будет работать. Зайдем, допустим, на сайт Filmix. Сайт видеохостинга.net. Итак, библиотека жучков обновлена, нам сообщается. И так далее, чтобы узнать, что нового. Так, пока смотреть не будем. Итак, что мы здесь, собственно, видим. Программа нашла 11 жучков. Здесь также у нас идет куча различной рекламы отовсюду. И давайте посмотрим, какие это жучки. Итак, вот идет у нас реклама, 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 дабл-клик, рекреатив, тоже это тизерная сеть. Ну, короче, куча всякой различной рекламы. Есть вот у нас Яндекс.Метрика, это как раз для сбора статистики. И также Live Internet для сбора статистики. Какая-то, получается, кнопка поделиться Google+. И также Google Аналитика. Ну, в принципе, в основном здесь куча различной рекламы. Давайте сделаем, что автоматически настроим, чтобы у нас все жучки блокировались. Поэтому заходим, опять же, в настройки, блокировки и выделить все. Сохранить. Так, ну, для того, чтобы у нас изменения применились, необходимо перезагрузить страницу. Опять же, видим, что здесь куча всего у нас. Давайте перезагрузим или обновим страницу. Так, вот у нас, опять же, справа отображается сообщение, какие жучки были найдены и, собственно, какие не работают. Как видите, все, реклама некоторая пропала. Эта реклама почему-то не пропала. Ну, собственно, вот, таким образом мы можем блокировать различные жучки. Что здесь еще также можно увидеть? Если вам необходимо, допустим, какие-то жучки оставить, допустим, аналитика. Это, так скажем, безвредные жучки и наблюдения за вами. Поэтому, в принципе, их можно оставить. Сейчас то, что вот мы перевели это включить, данный жучок будет включен у нас везде. Но мы можем сделать так, чтобы эти жучки работали только на данном сайте. Поэтому вот здесь вот жмем вот эту галочку. Тогда, допустим, они заблокированы, но для данного сайта они будут работать. То есть данный сайт мы закидываем как исключение для данных жучков. Здесь они работать будут. А вот этим переключателем, что жучок заблокирован или разблокирован, мы вообще полностью включаем или отключаем его. Поэтому лучше, конечно, их все отключить. Если для отдельных сайтов есть такая необходимость, то можно их включить. Перезагружаем. И здесь также есть такая функция, как пауза блокировки. То есть, когда мы ее нажмем, блокировка никакая работать не будет. То есть, как бы программа встает в состояние паузы и ничего не блокирует. Чтобы, ну, допустим, мы могли просто посмотреть, что у нас отображалось без включения данной программы. Опять же, включаем и обновить. И также мы можем здесь добавить данный сайт в белый список, чтобы для данного сайта различные жучки отображались. Собственно, в этом и заключается вся работа данной программы. И для того, чтобы установить данную программу, допустим, для Firefox, идем в меню, дополнение, расширение, узнать больше о, а так, получить дополнение, поиск среди дополнений. И поехали. Вот, собственно, самая последняя версия. Ну, а здесь уже жмем установить. И, собственно, суть работы точно такая же. Для Opera это идем в меню, расширение. Посмотреть галерею расширений. И здесь также поиск дополнений. Ghostry. Выбираем и устанавливаем. Итак, ну, как я вам говорил, для Internet Explorer данная программа не подходит, так как данная программа не поддерживает браузер Internet Explorer. Поэтому здесь мы пойдем другим путем. Мы добавим сюда списки защиты от слежения. Для того, чтобы это сделать, идем в сервис, надстройки. И здесь поиск дополнительных панелей инструментов и расширений. Итак, опять же, если у вас по умолчанию стоит другой браузер, то данное окно может открыться, допустим, в Chrome. То необходимо будет скопировать адрес к данной коллекции и уже вставить в адресную строку Internet Explorer, так как отсюда же все это и будет устанавливаться. Итак, смотрим. Здесь у нас есть такой пункт, как списки защиты от слежения. И здесь есть различные списки. В принципе, их можно все добавить. Давайте так и сделаем. Ну, вот тут говорится о том, что у меня слишком старый Internet Explorer. Но, в общем, суть тут такая. Можно добавить все данные списки. И, в принципе, они так же, как и Adblock, блокируют и интернет-рекламу, и вот эти самые веб-жучки. Так что, в принципе, для Internet Explorer просто есть ситуации, когда Adblock в Internet Explorer не работает, хотя вроде ничего не может ему помешать. То можно, опять же, воспользоваться данным способом, добавить списки защиты от слежения, и благодаря этим спискам будет так же все удачно блокироваться. Единственным минусом данного способа является то, что не отображается информация о том, какие жучки найдены и какие жучки заблокированы. Допустим, как здесь. Там просто пишется, все заблокировать можно, либо все разрешить. Продолжение следует...